SCP-066. Игрушка Эрика. Класс объекта. Зачеркнуто. Безопасный. Евклид. Не зачеркнуто. Особые условия содержания. Начало зачеркнутого текста. SCP-066 должен содержаться в охраняемом сейфе в зоне 21. Сотрудники второго и выше уровня допуска могут проводить эксперименты с SCP-066 после заполнения соответствующих форм запроса. Исследователи могут записывать полученные результаты в протокол экспериментов 0.66-бета. Конец зачеркнутого текста. SCP-066 должен содержаться в сейфе из карабина Вольфрама, находящемся в хранилище особо ценных предметов зоны 21. Каждый месяц сейф должен вручную проверяться на наличие повреждений внутри. Сноска. SCP-066 неуклонно уничтожает любые записывающие устройства, помещенные в сейф. Если повреждения имеют место, SCP-066 должен быть перемещен в новый сейф. Эту работу следует выполнять с помощью руки робота, способной произвести проверку в течение 3 секунд. На фотографии SCP-066 до инцидента 0.66-2. Описание. SCP-066 это бесформенная масса, спутанных нитей весом приблизительно 1 кг. Нити SCP-066 можно отделять от общей массы и манипулировать ими. При этом объект издает звуки из диатонической гаммы. Де-ре-ми-фа-со-ля-си. Когда сыграно 6 или более нот, SCP-066 производит неопасный эффект различной природы и продолжительности. SCP-066 не реагирует на манипуляции, пока действует любой произведенный им эффект. До инцидента 0.66-2 результаты включали. Маленький хлопчатобумажный котенок, в которого SCP-066 трансформировался на 17 минут. Котенок проявил заметное дружелюбие и игривость, а также не обладал когтями и половыми признаками. Песни под акустическую гитару 4 минуты в длину, исполняемые певцом-композитором, удалено. По словам, звучало предупреждающе для слушателя не пользоваться острыми предметами без присмотра старших. Маленький шоколадный кекс с шоколадной глазурью, сверху украшенный одной свечкой. Было замечено, что издаваемые перед этим эффектом звуки соответствовали первым нотам мелодии с днём рождения. SCP-066 стал более чутким после того, как упомянутый кекс был съеден. Инцидент 066-2 18.04.2008 D-066-44-37 Было приказано срезать ножницами небольшую часть SCP-066 в экспериментальных целях. Однако, когда он начал резать, SCP-066 откатился от него на 1 метр, после чего остановился и издал непонятный писк. Прежде чем получить дальнейшие инструкции, D-066-44-37 снова попытался отрезать кусок. Но SCP-066 снова откатился прочь и произнёс фразу «Ты, Эрик?» После этого, как D-066-4-4-37 ответил отрицательно, SCP-066 принял свою нынешнюю форму. Смотрите фото в документе. И начал издавать громкое неприятное на слух стаккато. Пока D-066-44-37 не вывели из-за помещения. На фотографии SCP-066 после инцидента 066-2 Замечание. Глаза способны поворачиваться вслед за движущимися объектами и источниками света. После инцидента 066-2, SCP-066 начал демонстрировать поведение, крайне противоречащее его предыдущим свойствам. SCP-066 показывает значительную подвижность в основном форме способности передвигать части себя на очень большой скорости. Если 066-й не хочет или не может пользоваться этим способом передвижения, то будет время от времени пытаться повредить свое место содержания, отбивая своими нитями одну из сторон сейфа, от чего та постепенно протирается. Этот процесс необычно эффективен для рассматриваемых материалов. Помимо подвижности, SCP-066 автоматически издает ноты и эффекты в присутствии любого человека, независимо от того, взаимодействует ли он с SCP-066 или нет. Этот процесс занимает минимум 6 секунд. После инцидента 066-2, эффекты, производимые SCP-066, включали. Одна пчела, выпущенная возле комнаты содержания, ужалившая D-4436 перед тем, как улететь, поймать пчелу не удалось, неизвестно, как ей удалось выжить. Вторая симфония Бетховена, проигрывавшаяся с громкостью больше 140 дБ, вызвавшая полную глухоту у троих сотрудников и полное повреждение слуха у еще восьми. В комнате, содержащей SCP-066, на 5 часов внезапно полностью отключился свет. Сотрудники в комнате сообщили о том, что слышали громкое дыхание позади себя, но источник звука виден не был. Когда SCP-066 не производит аномальные эффекты, он постоянно произносит имя Эрик низким голосом.